Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я вам незапланированную тему расскажу. Сегодня я хочу поговорить с вами про такое состояние, как аппендицит и воспаление аппендикса. Мне жена рассказала историю о недавно произошедшем случае летом. Девочка 16 лет, которая поехала с родителями отдыхать в Турцию, и там у нее случилось воспаление аппендикса, что привело к аппендициту. Так вот, эту девочку в Турции, почему-то они не купили страховку и начали возить по каким-то платным клиникам в Турции. Родители, я так понимаю, не совсем разбирались в теме и не знали, что, собственно говоря, вообще делать. Девочка жаловалась на боль в правой части. У вас справа находится печень и справа же находится как раз таки аппендикс. Запомните, он находится справа. Вот в этой области где-то между пупком и правой верхушкой бедренной кости. Я постараюсь показать вам визуализацию в этом видосе. У нее была боль. То есть боль, при которой ее скрутило даже, она просто не могла развернуться нормально. То есть в таком скрученном состоянии ее, в общем-то, вывезла скорая в платную клинику. Там ей делали какие-то непонятные прогревания, ей грели это место. Врачи турецкие сказали, что нужно держать обязательно грелку на этом месте. И как можно чаще греть. Когда врачи, когда, вернее, родители хотели убрать эту грелку просто потому, что ей было не очень комфортно от этого нагревания, то врачи настояли на том, что нужно обязательно греть это место. И, в общем-то, провелозили эту ситуацию около, насколько я понимаю, около двух дней. Я сильно точно не узнавал, как там именно все происходило. Но это происходило примерно суток до двух суток, эта вся ситуация. И никто не предположил, что у нее возможно просто воспаление аппендикса. И, к сожалению, это привело к тому, что он уже разорвался и, в общем-то, девочку не удалось спасти. Девочка 16 лет в Турции. Которая не стала по совершенно глупой ситуации, которым, понимаете, очень-очень множество операций в мире постоянно происходит по удалению аппендикса. И они реально безопасны. То есть, в этом очень маленькая вероятность вообще, чтобы это стало летальным. Но это все-таки происходит. И происходит постоянно вокруг. Потому что есть какое-то незнание элементарных, базовых вообще понятий, как это вообще проявляется, эта болячка, как проявляется аппендицит. Я не хочу, чтобы такая фигняшечка происходила с моими подписчиками на канале, да, с мужиками. Поэтому смотрите короткий этот видос. Он не запланированный, но очень полезный. Я считаю, вам нужно все-таки это знать, если вы еще об этом не знаете. Поехали. Аппендицит. Это острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки, который, если не провести операцию, если его не удалить вовремя, когда он воспалился, то может привести к перитониту. Перитонит. Это такая хрень, при которой, когда ваш аппендикс лопается, то он внутри с огромным количеством бактерий, которые эти бактерии попадают в вашу брюшную полость. То есть брюшная полость, это там, где у вас кишки, там, где у вас желудок, все вот эти, эта область называется брюшной полость. То есть там, где у вас мышцы пресса, там, где ваши кубики должны быть, да, или есть у вас там кубики. Надеюсь, у вас там есть кубики, если вы смотрите мои видосы. Так вот, в брюшную полость попадает такое огромное содержимое бактерий, огромное количество бактерий, которые там не должно быть, там стерильное пространство в брюшной полости. Там реально чисто и стерильное. Туда попадает огромное количество бактерий, что приводит к заряжению крови, отказу почек и печени. Это может следом повести и остановку работы сердца. То есть, в принципе, человека спасти очень сложно в таком состоянии. Практически летальность там уже довольно серьезная. Но можно спасти даже в этом ситуации. Опять же, смотря на сколько был воспаленный к этому моменту аппендикс, когда он лопнул. Если он уже был двухсуточный, то спасти практически нереально вообще. Если, допустим, он лопнул практически сразу, и там не развилось еще такое количество бактерий, то спасти можно. В этом, даже в этом состоянии. Но обо всем по порядку. Максимально просто постараюсь вам все объяснить. Смотрите, в чем смысл? Аппендикс – это маленький такой чревообразный отросточек, который находится у вас в кишечнике внутри. И многие считают, до сих пор думают, что он абсолютно не нужен организму. Что он достался нам от предков, типа там как копчик, да, который, типа там был раньше хвост, а теперь там копчик, он нам тоже не нужен. Или как соски у мужиков. То есть, считается, что он не нужен. На самом деле, он нам все-таки нужен. Я дальше расскажу, зачем. Но смотрите, когда он воспаляется, когда воспаляется этот отросток червеобразный, то сужается просвет, который идет к нему внутрь. И этот просвет сужается, и в нем он начинает увеличиваться размером. То есть, примерно с 6 см он может вырасти где-то до 18 см. То есть, почти в 3 раза увеличивается. Происходит это, может, или очень быстро, или, ну, примерно в течение суток-двух суток. То есть, это не происходит моментально, за час, да, это все развитие событий. То есть, это начинается с какой-то боли, и он начинает увеличиваться. Просвет у него сужается, и в нем начинаются накапливаться болезнетворные организмы, бактерии, которые внутри находятся в нем. То есть, он растет, он воспаляется, там появляется гной, он нагнаивается. Вот этот отросток просто бомба, которая может просто увалить любого здорового быка. Вот этот маленький отросток, который становится 18-сантиметровым воспаленной хренью у вас внутри. Если вдруг он лопается в самый неподходящий момент, и, допустим, вдруг у вас нет рядом вообще там врачей нормальных, которые могут сделать операцию. Или они не знают вообще про это все. То есть, вроде бы Турция, вроде бы девочка была в развитой стране. Но почему-то врачи занимались какой-то херней двое суток, и ее не спасли. Потому что даже не смогли проверить, что, узнать, что у нее аппендицит, воспаление аппендицита. А узнать довольно просто. Есть четкие тесты, есть целый список тестов, которые нужно провести, чтобы понять, собственно говоря, что происходит. Но об этом все расскажу дальше. Смотрите, когда он воспаляется, он лопается. И это, я уже сказал, приводит к перитониту. Причины. Причины этого воспаления. Сразу скажу, есть множество теорий возникновения воспаления. До сих пор до конца таки не изучено это. До сих пор до конца нет стопроцентного ответа, почему именно это происходит. Обычно так происходит, когда люди, ученые не знают, что именно может быть причина, или причин несколько. Поэтому будем, пробежимся быстро по самым основным теориям. Первое, и мифам, которые есть на эту тему. Первое, то, что я считал в детстве, да. У меня у отца удалили еще по молодости его. И как бы я, типа, живу с ожиданием, что у меня когда-то это тоже может случиться. Потому что я у себя еще не удалял его. Он у меня есть, да. Он не воспалялся еще. Хотя у отца к моему возрасту уже давно он был удален. То есть, как бы видите, не повторилось по генетике почему-то. Наверное, потому что у меня другой образ жизни, я так подразумеваю. То есть, другое питание, более продуманное. Вот. Первая причина, которая считается в многих, что это из-за семечек. Семечки с шелухой ты ешь, допустим, и это все у тебя может забить твой вот этот проход, который внутрь идет с кишечника в этот аппендикс. Давайте будем называть аппендиксом, да. Давайте будем называть лучше отростком. Этот отросток, чтобы было проще. Вот когда вот в этот отросток попадает, закупоривает его отверстие в него шелуха, допустим, которая не усваивается у вас в кишечнике, то он тоже может провести к блокировке, и он начинает воспаляться. Воспаляются вены, которые там находятся вокруг него, это опасное состояние. То есть, одна из теорий семечки шелухи с подсолнуха, да, это же может быть, например, это может быть, например, косточки с изюма, косточки с винограда, какие-то большие косточки, которые тоже могут попасть, привести к такому. Но смотрите, что говорят ученые. Говорят ученые, что вероятность этого минимальна. То есть, вот практически невозможно, чтобы это произошло с вами. То есть, реально семечек, я не знаю, их нужно жрать просто тоннами. Или просто взять, просто прям жменьями бросать, забрасываться, и все это есть. Чтобы это привело к реально таким проблемам. Поэтому, в принципе, семечки – это нереальная причина. Теперь поехали дальше. Еще одна из причин может быть паразитарная. То есть, я смотрел, если мое видео про паразитов, вы можете про него посмотреть, очень классное видео. Там реально ценная информация была. Паразиты, аскориды, астрийцы, которые могут забить у вас тоже этот проток в отросток. Так же самое, тот же принцип. То есть, FCD в любом случае, в конце, в итоге, забивается этот проход в этот отросток. И он начинает загнаиваться. А набухать, еще больше загнаиваться. Потом вообще отмирает, и даже может просто некроз ткани пойти. Об этом я расскажу дальше. Паразиты, которые закупоривают в него просвет. Это тоже есть такая вероятность, но она практически стремится к нулю. Практически нереально, чтобы это произошло. Как я говорил про паразитов, это довольно редкая штука вообще. Чтобы вы не боялись слишком сильно, скажем так, до этого всего. То есть, паразиты тоже маловероятно. Теперь, еще есть такая теория, сосудистая теория. То есть, когда, допустим, у вас есть проблемы с сосудами, болезни сосудов. И из-за этого есть определенное воспаление сосудов. И это место может тоже привести к таким проблемам с вашим воспалением аппендикса. Но вероятность такая есть, но она уже чуть повыше, чем, допустим, с предыдущими. Но тоже маленькая. Наиболее вероятное, убедительно звучит, то, что у вас просто может быть из-за того, что у вас постоянные запоры. То есть, вы, например, ходите в туалет раз в 3-4 дня. То есть, это вообще раз в 2 дня, если вы ходите в туалет. Так вам чуть-чуть лирическое такое отступление. Это норма вообще. И норма, если вы ходите 2-3 раза в день. Это тоже норма. Но если вы ходите реже, чем, допустим, двое суток или трое суток даже. Или вообще раз в пятеро суток. Бывает и такое. Или же постоянно у вас просто запоры. То есть, это все тяжело дается. И, скажем так, есть какое-то определенное застойное явление в этом всем. Если у вас мало в диете, например, клетчатки. А клетчатки должно быть много. Что такое клетчатка? Клетчатка – это неусваиваемые вещества. Это, в принципе, углевод, который не усваивается у вас вообще. То есть, это может быть, например, если вы покупаете овсянку с шелухой, которая помогает вашему пищеварению. То есть, она не усваивается. Это балластные вещества, которые проходят через кишечник, не усваивавшись. Но они усиливают перестальнику кишечника. И кишечник лучше работает. Это ему реально помогает. Поэтому всегда старайтесь, чтобы у вас было достаточное количество клетчатки. Это ржаной хлеб, это овощи, это фрукты с шелухой. Ну, с кожурой, я имею в виду. Наиболее лучший источник клетчатки, на мой взгляд, это все-таки крупы. Это крупы, у которых уже есть клетчатка внутри, в этой кожуре, которая снаружи. Это нешлифованный риц, который в кожуре, опять же, такие. Это почти все виды круп содержат клетчатку. Это может быть просто клетчатка, отдельно вы можете покупать ее в магазине. Клетчатка может быть с овса, например, льняная клетчатка. То есть клетчатка, даже есть там просто на упаковке, так и написано клетчатка. Эта штука должна быть у вас ежедневно. Если вы сидите на крупах, допустим, как я, я люблю просто кашу есть, то такой проблем у вас возникнуть не должно с кишечником. Если у вас все регулярно, вообще маловероятно, что случится с вами такая неприятность, как воспаление, аппендицит. Аппендицит – это уже состояние, это болезнь. Аппендикс – это сам этот отрост, так называется. То есть аппендицит – это уже диагноз. Вот. Это уже более вероятная причина возникновения вот такой неприятности. Смотрите, как понять, что она у вас началась, как она происходит? Во-первых, это боль. Это боль, которая возникает примерно вот между пупком и правой бедренной костью. Да, вот в этой области, где у вас печень, рядом с печенью, если вы знаете. Если вы боксер, то вы хорошо знаете, где у вас печень. То есть это недалеко оттуда. Как нужно понять, что у вас, допустим, начинается эта неприятность? Во-первых, вы можете просто, если оно болит, и боль, допустим, у вас меняется из-за того, как меняется ваше тело в пространстве. То есть вы, например, можете лежать на правом боку, там, где он находится на правом боку, и у вас боль проходит. Но вы переворачиваетесь на левый бок, и боль усиливается. То есть боль становится более заметной. Не всегда это острая боль, не всегда это скручивает, как эту девочку скрутила. То есть, ну, допустим, у меня, когда друзей хватало, это у меня в моем дворе, их реально выносили на носилках, они скрученные просто были. Вот это самый характерный вид человека с воспаленным аппендиксом. Скрученность, он не может даже развернуться, боль реально сильная. Вот, ну, может быть такой и не быть такой боли, поэтому нужно знать тонкости, как это все происходит на самом деле. То есть дома взяли рукой, сами прощупали это место, буквально вот немножечко пощупать, не надавить сильно, не воткнуть туда пальцы внутрь, не надо самому себе пытаться его там вырвать или еще что-то. Жестяк, я, конечно, сказал только что. То есть просто пальцами чуть-чуть прощупать это место. Если там боль усиливается в этом месте, это, скорее всего, оно и есть. Потому что, смотрите, почему себя тупят, вот даже врачи тупят, потому что бывают там где-то кишечные колики какие-нибудь, просто что-то с желудком, что-то с еленей, то опять же, в основном, это вздутие газов какое-то может быть, да, которое может приводить к таким похожим ощущениям. Но, когда вы именно прощупаете в том месте, и явно боль усиливается, ребята, звоните в скорую, не выдумайте ничего, не сидите дома, не занимайте самолечение. В скорую, уехали в скорую. Если врачи тупят, говорят вам, у вас, наверное, отравление, у вас, наверное, что-то еще, говорите им так, говорите, нет, это у меня, скорее всего, аппендицит, ребята, он у меня не вырезан еще, сделайте мне УЗИ. Если они вам говорят, что мы не будем ничего делать, говорите, сделайте мне УЗИ, это ваше здоровье, вы должны знать, понимаете, вообще ваше здоровье в ваших руках, ребята. Не надейтесь на врачей, они реально часто тупят, потому что по разным причинам. Мы живем в таких странах, где врачи оставляют желать лучшего их квалификации. Поэтому, к сожалению, приходится все знать самому, разбираться в этом все. Если бы вы жили где-то в Штатах или в Канаде, вы бы, скорее всего, это все не знали и не нужно было бы, потому что врачи там реально знают свое дело. Ну и опять же, и там не идеально, и там всякое может происходить, поэтому нужно знать это. Говорите, чтобы сделали вам УЗИ. УЗИ – это единственный способ, который должен определить, что у вас там реально воспаление. Если вы не жирный сильно, то есть если у вас реальное ожирение в этой области, вы можете тоже не увидеть даже через УЗИ. Если невероятное количество газов, скоплений, например, это такое состояние может быть у качков. Если вы видели, например, вот инсулиновые животы, их называют, да, вот бодибилдеров, у которых вот эти большие животы, они, в принципе, через них очень плохо будет видно на УЗИ, это проблема. Потому что, во-первых, у них, скорее всего, проблемы с дутьем живота, то есть газообразование, и вот эта сама масса будет тоже мешать им увидеть все, увидеть проблему эту. Ну, все-таки больше мешает жир. Поэтому это еще один аргумент, держать себя постоянно в форме, да, хорошая. Не все-таки не набирайте слишком много жира в области живота. Ну, это имеется в виду реально ожирение, а не просто там немножко жирок, да, как бы может затруднить. Но УЗИ является единственным показанием, которое четко говорит, что да, есть эта проблема. Все остальное, рентгены не подходят, и какие-то непонятные анализы, то есть не могут, например, просто взять у вас кровь на анализ и сказать у вас, да, у вас есть это воспаление. Нет. Вообще уже после того, как вырезают у вас отросток, а его вырежут по-любому, даже если он не был так сильно воспален, если он уже был, начально хотя бы проблема, его вырезают, все, не мудохается, просто вырезают и все. Потом уже делается анализ этого отростка в лаборатории, они дают заключение, что да, была эта проблема. То есть уже после того, как вырезали, только можно сказать прямо на 100%, а до этого самое точное это УЗИ. Запомните эту информацию, это важно. Вот, не рассчитывайте ни на что другое, и сами требуйте, чтобы вам это проводили. Теперь еще из тестов, что можно сделать. Если вы, допустим, нормально ходите с этим состоянием, да, можно вести себя в заблуждение, но попробуйте попрыгать на пятках. Если вы попрыгаете на пятках, и боль будет усиливаться, и отдавать где-то вправо, как раз-таки, подреберье, где-то может она возле пупка справа. Она может смещаться, она может быть нечетко в этом месте, поэтому не сильно зацикливайтесь на моих словах, где именно, я говорю, нужно прощупать. Это примерно в правой части, вот, примерно справе от пупка, да, будем так где-то ориентироваться. Правее пупка, чуть-чуть ниже туда, в область паха. По картинкам я постараюсь, чтобы вы поняли, где это находится. Вы сами поймете по своим ощущениям, даже просто, если понимая, о чем я говорю, да, где это может быть боль. После того, как вы попрыгали на пятках, у вас усилилась боль, вы понимаете, что реально боль не проходит. У вас может немного подняться температура, то есть она не обязательно будет высокой. У вас может быть, например, там один-два раза какая-то рвота, может быть какая-то диарея. Вот такие все состояния, они типа похожи, да, похожи, как будто бы это у вас какое-то отравление. Но проделайте эти тесты, боль, если будет усиливаться в том месте, это не отравление. При отравлении вообще у вас обычно вам тошнит, вам очень плохо, вас реально рвет по много раз. А при аппедиците чуть-чуть все-таки другие симптомы, и можно отличить, просто знаю. Одного этого видео будет достаточно. Если хотите, просто посмотрите еще больше информации, найдите на эту тему. В принципе, это даже будет более адекватно, чем просто взять мое видео, посмотреть, мне довериться. Ну, я не врач, там, да, допустим, вы можете подумать. Я вообще айтишник. Откуда я знаю про аппедицит? Это нормально, ребята, не надо мне доверять. Просто я сейчас хочу вас интерес к этой теме вызвать. И вы можете сами еще погуглить, посмотрите, не знаю, видосы посмотрите, если хотите на эту тему, там, врачей послушайте, почитайте. Ну, в принципе, информацию я вам даю здесь 100% правильную и 100% работающую. Я, поверьте, я не просто не с головы это беру все. Это четко информация, которая соответствует действительности. Так, смотрите, вы можете задать такой вопрос. А зачем вообще тогда нужен этот аппендикс? Может мне пойти его вырезать заранее? То есть я не буду ждать вообще пока он вас палится. Зачем мне нужен, если он, типа, не нужен? Я подумаю, вырежу и все, да? Неплохая вообще-то мысль, но смотрите, как хотите, в принципе. Вообще, как бы ученые определили, что это все-таки нужная для иммунитета местного, часть вашего тела, да? То есть аппендикс это место, где скапливаются, как в миндалинах, иммунные клетки, которые, в общем-то, способствуют вашему иммунитету местному. Как вот, например, если у вас в горле еще есть миндалины, миндалины никогда не удаляйте. Если есть возможность у вас сохранить миндалины, то постарайтесь их сохранить, потому что они часть вашего иммунитета. Если у вас удаленные миндалины, то это может приводить к тому, что бактерии будут легче попадать. Они как будто бы, скажем так, как какой-то фильтр, да? Фильтр, который вот у вас в горле, и бактерии не могут проникнуть в ваш организм. Такая местная иммунная защита, часть иммунной системы. И если у вас удаленные миндалины, например, я могу вам сказать, что это может привести к проблемам сердца. Серьезными проблемами с клапанами сердца. Эти бактерии попадают туда и вызывают там проблемы. Так же самое и ученые вроде как сказали, что это сейчас ваша иммунная система. Но смотрите, были и другие исследования на эту тему, которые говорят, что все-таки вклад в иммунистет аппендикса, там, ну, совсем незначительный, минимальный. Но все-таки кое-какая там польза от него все-таки есть. Поэтому, как бы, удалять все-таки, наверное, его не стоит просто так, брать и удалять. Потому что, в принципе, зная эту информацию, что я вам и говорю, очень маловероятно, что с вами произойдет такая ситуация, и вы будете в настолько критически опасном положении находиться. Просто знайте то, что я вам сказал, запомните это, посмотрите его еще раз, если надо, это видео. Смотрите, смертность составляет вообще от аппендицита примерно от 0,1 до 3%. При некоторых состояниях 15% смертность, когда уже там совсем все плохо было, уже очень много было бактерий, и, допустим, есть еще такие факторы, как пожилой возраст, например, да, тоже не очень способствуют выздоровлению. Но, в принципе, 0,1-3%, вот смотрите, если 0,1% это один из тысячи смертность, а 3% как бы, да, уже больше, вроде бы как из 100 человек трое уже может не стать. Ну, вероятность все-таки очень минимальная, но происходит, поэтому будет не лишним знать эту информацию. Так вот, смотрите, что делать нужно дальше. Если все-таки боль есть, температура может не подниматься. Боль может усиливаться, а потом может резко пройти, это важно тоже знать. То есть, если, допустим, оно было больно-больно-больно, вы эти тесты проделывали, у вас болело, а потом бац, и резко перестало болеть. Это не говорит, что у вас нет аппендицита, это, наоборот, еще больше подтверждает, что у вас аппендицит, потому что, когда он воспаляется, когда вот этот отросток начинает больше нагноение в нем, когда он увеличивается в размерах, то он начинает отмирать. Там происходит некроз тканей. Это максимально, еще ближе и ближе вы приходите к той стадии, когда он лопнет, и вся эта дрянь, все эти гнови, эти бактерии, все будут у вас в брюшной полости. Поэтому боль может пройти, это из-за некроза, из-за того, что просто в той области уже отмирает ткани, и уже они не чувствуют боли. Поэтому не ориентируйтесь на болевые ощущения, если они проходят. Что-то похожее просто начинается у вас, звоните в скорую, и все, на всякий случай звоните в скорую. Потому что много случаев случается, реально, которые почему-то все-таки происходят, вот эта фигня, и вы должны знать, как с этим бороться. Теперь смотрите, когда вы уже попадаете в клинику, вам сделают операцию, вам удалять ее, этот отросток. Примерно, по моим друзьям, у которых было, примерно эта неделя занимает восстановление. То есть это дней 5-7 дней вы точно выпадаете вообще из нормального ритма. Потом вам сложно даже ходить будет после этого, разгибаться. То есть будет реально, будет болеть в этом месте. И операция сама, скорее всего, будет вообще не страшна. То есть вам сделают обезболивающие. Современные операции, мне хоть не делали, да, но современные операции, я просто знаю, делали моим близким. Это не больно. Вам 100% все обезболят, это все не больно. То есть болеть будет потом уже после операции, когда будет восстановление идти. Примерно на неделю можно реально выпасть с этого всего. Но нормально, потом останавливается все полностью. Может какой-то шрамик останется. Это для мужика вообще, по-моему, не проблема. Для девушек чуть сильнее, конечно. Вот. У меня отец там через полторы недели уже там пытался что-то там плавать. В Днепре уже что-то такое. Этого лучше не делать. Смотрите, когда у вас потом даже сняли швы уже, когда у вас, во-первых, во время операции и после операции вам нужно следить за швами, чтобы ваш шов был всегда в стерильном состоянии. Да, я вам даю больше информации, просто я знаю эту тему хорошо. За швами нужно следить, чтобы никакого воспаления там не было. То есть это протирание, это все, что посоветуют врачи, это все нужно реально сделать. Потому что есть еще такая фигня, как воспаление шва после этого всего. И вообще после любой, в принципе, серьезной операции может воспаление шва идти. Поэтому отнеситесь серьезно к этому, если уже это у вас произойдет, допустим. Протирайте шов, меняйте повязки, все, что скажут врачи, чтобы нормально все зажило. И лучше не купаться в каких-то водоемах. Не делайте, как делал мой отец по молодости. Вообще не лезьте в воду с швами никогда. Пока полностью все не заживет, не надо каких-то купаний в прудах, в озерах. Там реально могут быть бактерии, которые попадут вам через этот шов. И это будет просто очень глупо и тупо, понимаете, о чем я говорю. Все, ребята. Я просто теперь знаю, что если вы обладаете этой информацией, с вами такой фигни не произойдет. И вы будете здоровы. Поэтому берегите себя. Удачи!